Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик Настоящим сообщаем следующее, что в адрес Государственного комитета по чрезвычайному положению Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, как высшему органу государственной власти Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик по законам военного времени, 21 июня 2023 года, поступила нота от Всемирной Суверенной Медиаплатформы Равидео. Всемирная Суверенная Медиаплатформа Равидео основана декретом Всемирного Совета Суверена от 27 июня 2023 года и наделена статусом Суверена, наделена священной миссией и провозглашена в суверенном статусе главного регулятора всего медиапространства во всем мировом пространстве. В данной ноте почитаемый и уважаемый Суверен, исполняющий священную миссию, изложил о преступных действиях со стороны субъекта права Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, зарегистрированного 12 апреля 2023 года в Едином Реестре Государственного Регистра при Государственном Казначействе СССР. Как государственное кооперативное предприятие «Открывается Российская Федерация Россия» кавычка «Закрывается» с присвоением государственного регистрационного номера ГРН 223-770-100-017. Под субъект права, совершившие преступления, зарегистрировано в государственном кооперативном предприятии «Открывается Российская Федерация Россия», «Закрывается». За номером ОГРН 108-774-673-62-96 именуется как «Открывается Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций», «Закрывается». Роскомнадзор. Настоящим поясняем, что Суверен, всемирная суверенная медиаплатформа Равидео, на основании священной миссии по праву Суверена, является главным регулятором всего мирового медиапространства во всем мировом пространстве. Уточняем, что всемирная суверенная медиаплатформа Равидео исполняет священную миссию и ведет свою деятельность по праву Суверена во всем мировом пространстве. Напоминаем, что на право суверена не распространяется законодательство римского и адмиралтейского права, а также корпоративное федеральное законодательство, не утвержденное Великой С distortной Союзом Советских Социалистических Республик в лице ГКЧП СССР, как высшего органа государственной власти СССР по законам военного времени, и уточняем, что римское и адмиралтейское международное право, а также федеральное законодательство подчиняется Верховному праву суверена. Компания «открывается Российская Федерация Россия», «закрывается» перерегистрирована в суверенную юрисдикцию СССР, начиная с 12-4-го 2023 года внесена в Единый реестр государственного регистра при Государственном казначействе СССР и является государственным кооперативным предприятием великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик. На основании этого не имеет статуса государства и государственного органа. Настоящим подтверждаем, что любые попытки противостояния выполнению священной и суверенной миссии, любые противодействия и тем более блокировки любых ресурсов или контентов всемирной суверенной медиаплатформы «Ра-Видео» по праву суверена, по международному праву, в том числе по римскому и адмиралтейскому праву и федеральному законодательству, является преступной деятельностью и подвергается ответственности. По праву суверена, духовной ответственности, юридической и уголовной ответственности персонально к лицам или группе лиц, совершающих вышеизложенные преступления. Великая страна суверен, Союз Советских Социалистических Республик, в лице ГКЧП СССР как высшего органа государственной власти СССР по законам военного времени, приказывает. Первое. Немедленно прекратить любые противодействия и блокировки всех ресурсов и контентов всемирной суверенной медиаплатформы «Ра-Видео» — «Ра-Видео.Ворлд». Второе. В знак уважения к суверену и духовному миссионеру принести соответствующее официальное извинение. Третье. Во исполнение декрета ГКЧП СССР номер D-N-008 от 20 июля 2023 года всем субъектам великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик на всей суверенной территории СССР проявлять уважение и почтение и оказывать всестороннюю поддержку всемирной суверенной медиаплатформе «Ра-Видео» в выполнении ее священной миссии. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего декрета является преступлением, классифицируется как подрыв конституционного строя и государственной безопасности великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик. На основании Основного закона Конституции СССР от 1977 года, законодательства СССР, Гражданского и уголовного кодексов СССР, РСФСР, включая настоящий декрет как «Суверенный законодательный акт Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик», подлежит уголовной и гражданской ответственности. В случае игнорирования любым субъектом на суверенной территории СССР настоящего приказа Государственного комитета по чрезвычайному положению Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, данный субъект признается преступным, относится в категорию сепаратистов и международных террористов. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. Председатель ГКЧП СССР, генерал армии Сатушиев, комиссар ГКЧП СССР, генерал-лейтенант Черноморов, секретарь ГКЧП СССР, генерал-майор Горбачёва. ОМ. Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик